Мэрия Нижнего Тагила отправила заявку на получение субсидий на строительство двух детских садов яслей. Средства из региональной казны планируется выделять для выполнения программы развития дошкольного образования в рамках исполнения новых майских указов президента. Чтобы качественно подготовить документацию, специалисты должны были оперативно решить, где следует построить социальные объекты. Для каждого микрорайона города была проанализирована потребность жителей в местах, именно в ясельных группах. И мы программу нашу разрабатывали таким образом, чтобы она была привязана именно к микрорайонам, к потребности наших жителей в местах, в детских садах, в яслях. Быстро подготовить заявку было жизненно важно. Ведь вопрос дефицита мест в яслях актуален для большинства муниципалитетов Свердловской области. При этом ясно – денег на всех не хватит. Как правило, средства получают те города, где руководство расторопнее. Нижний Тагил оформил заявку одним из первых. Строить дошкольное образовательное учреждение планируется в микрорайонах Запрудный и Муринские пруды на ГГМ. Планы у нас хорошие. Мы заявили в этом году на отбор на два земельных участка. На Гальянке – это два детских сада с ясельными группами. То, чего нам не хватает сегодня в крайней степени в Нижнем Тагиле – это на 90 и 170 мест. До 1 декабря заявка должна быть уже подана окончательно, рассмотрена. Я думаю, что мы пройдем отбор, чтобы в 2019 году получить уже финансирование, начать строительство этих садиков. Сегодня, по данным Управления образования, в Нижнем Тагиле в ясельных группах не хватает 1684 места. Временно исполняющими полномочия главы города Владиславу Пинаеву доложили, что Нижний Тагил способен ликвидировать этот дефицит. Все необходимое для решения вопроса делается сегодня. Кроме строительства новых детских садов с ясельными группами, планируется обновить несколько бывших дошкольных учреждений. Проекты из метр реконструкции детских садов на улицах Новострой и Карла Маркса специалисты уже разрабатывают по поручению Владислава Пинаева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова